Слушайте, а интересно, какая сейчас температура? Вот вы знаете... 36,6, говорит Боря, и он ближе всех. Ну а также у кого-то 12, у кого-то 40, у кого-то... Неправда. Минус 10. У вас? Пас. Минус 10. Открыта форточка. Только здесь мы, сидя на корточках, перед сном, прости, на ночь глядя. В невесомости по звездной глади мы летаем. Не задохнуться бы, воздух тавает пеной пивной. Удаляясь, сужается улица, дом, планета. И что-то такое, что не зависит от законов физики, Тянет выше, как чайников носики. Люди случайно и глядят, и думают, шизики. Или что к нам привязаны тросики. Только ни тросиков нет, ничего. И точка, во всем видовато, открытая форточка. Минус 10. Только не холодно, тело весит, точно как воздух. Но там внизу нам в это не верится. Сердце зуммер, другая безделица нам мешает. Ох, не увлечься бы, время дает, и при минус 10. Человеку грусть человечности после полетов легче нести. Вот потому мы, сидя на корточках, Всем раскрываем свои карты и карточки. Сделали очень счастливые мордочки. И тихо летаем, оставив тапочки. Вот потому мы, сидя на корточках, Всем раскрываем свои карты и карточки. Сделали очень счастливые мордочки. И тихо летаем. Давай, Боренька! Минус десять, открыта форточка Минус десять, открыта форточка Ой, неудобно было А потом я вспомнил самое свое первое выступление на сцене Я, значит, было мне лет тринадцать, я разучил песню Вертинского Как хорошо без женщины, без фраз, без горьких слез и сладких пациентов Это в тринадцать лет, понимаете? Без женщины, без фраз мне было хорошо, в общем, я не врал Разучил, дома я сижу, репетирую, репетирую Выхожу на сцену, все вроде хорошо, в зал выхожу А там люди в зале И я как-то испугался Как хорошо без женщин И забыл И мужчин И все, и ушел со сцены Вот как люди до сих пор помнят мое первое выступление Вот Споем не самую веселую песню Слушай, сынок, и запоминай Так вышло, что жизнь одна Каждая тварь изначально пуста Каждая тварь вольна Выбрать, чем заполнять пустоту Чем прикрывать наготу Какую в себе разбивать черту Как перейти черту Так уж устроено Мы не пристроены ни к одному из домов Строим кто поодиночке Кто строим сами себя из домов Книжек и мебели школы И дембеля Грусти у этих веселья у тех Предостерегаем быть каином и каем Но предполагаем успех Всегда будет тот, кто тебя сильней Потом это станет ясней Всегда будет тот, у кого камней За пасухой больше вдвойне Всегда будет, кто ососнав вину Забудет тот час о вине Всегда будет, кто объявив войну Не готов погибнуть в войне Это неправда, это правило Но не от слова правильна Кто перепишет это На дело тянется к табельному Всегда будет тот, кого надо везти Всегда будет тот, кто везет Всегда есть тот, кого надо спасти Всегда будет тот, кто спасет Слушай, сынок, и запоминай Так вышло, что жизнь одна Не важно, какие сейчас времена Не важно, какая страна Не важно, какие слова изо рта Есть ли в них глубина Важно не то, как дорога длинна Главное, что одна Мгновение секунды, минуты, час Невозвратимая часть Строгий рыбак на любого из нас Уже заготовил снасть Выловец просит, где тебя носит Что делал минуту назад Ну и что ты ответишь, когда он посмотрит В заспанные глаза Что ты ответишь, когда он посмотрит В заспанные глаза Что ты ответишь, как-то он посмотрит В твои шерстяные глаза Вот и теперь целый час своей жизни Я писал тебе этот совет Надави посильней, и глаза мои рыбьи прорезнут Хотя тебя даже нет Слыши, сынок, и запоминай Так вышло, что жизнь одна Слыши, сынок, и запоминай Так вышло, что жизнь одна Слыши, сынок, и запоминай Так вышло, что жизнь одна Слыши, сынок, и запоминай Так вышло, что жизнь одна Браво! Сейчас будет песня на стихи Прекрасного поэта Лёши Ефимова Друзья мои, я вот эту песню пою уже, в общем, не первый год А то, может быть, даже и не второй Кто-нибудь из вас, ну, наверняка среди вас есть люди Я, наверное, даже знаю тех двоих в лицо Которые эту песню слышали А вот интересно, вы взяли Вы почитали, кто такой Лёша Ефимов? То есть вы не знаете таких стихов, как, например Я умный мужчина Совсем не урод Я в профиль почти что сократ Но женщины очень странный народ А те, что красивы, сто крат Быть одному, конечно, тюрьма с надёжной решёткой в окне Но женщины не постоянно весьма А те, что красивы, в двойне И всё же в пивной, замоля все грехи Я смею мечтать у огня Что женщины любят мои стихи А те, что красивы... Я очень важным делом занят, когда строкой мараю лист Поэт, он больше, чем прозаик Но меньше, чем баскетболист Почитайте стихи Лёши Ефимова Вам будет, я думаю, интересно Вот песня на стихи Лёши Ефимова Песня на стихи Лёши Ефимова Между томов историки Стен потолка паркета Господи, в этом доме Нет твоего портрета Шляпа гвоздиных ржавь лишь Каждый на совесть в окнах Если не возражаешь Я помолюсь на окнах Господи, в этом дыме Ищешь любовь всё реже Если не нужен ты мне Я-то тебе зачем же Мудростью не отмечен Грязь одежда мнётся И ни одна из женщин Больше не обернётся Как на этапе сын Ряженый в ложь чудил Даже пока на сына Сил ещё не хватил Так и живёшь, гадаешь Толст, неуклюж, простужен Если не покидаешь Значит, зачем-то нужен В блохах капель облезла И в собственном разгильдяйстве Может и я полезным Буду в твоём хозяйстве Кончи ты эту муку Или замени другою Если не дашь мне руку Так хоть помани рукою Хоть из-под пива старой Хоть лекота под стилкой Даже ботинком старым Даже гвоздём в ботинке Просто одной из крепок Листья судьбы держащие Я ищу ох, как крепок Только прошу, не жаль же Делишь ты или множишь Муча костяшки счётов Если, конечно, можешь Боже, не будь расчётлив Если в твоей корзине Что-то ещё осталось Господи, дай мне силы 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 Господи, дай мне слабость Дай мне слабость Между домов истории Нет твоего портрета Если не возражаешь Я помолюсь на окна Друзья, я позволю себе Я позволю себе Прочитать вам парочку Эх, сейчас стихотворений Сейчас я только Что, половину стихотворений? Ничего, что я? Слушайте, да, вот так лучше Старая стала Всегда не везло А сейчас повезло Большая удача Ну, видно же Со мной поселились добро и зло Два маленьких чудных подкидыша Все вместе Вылавливают моих рыбок В кастрюлях взрывают петарды Но только добро шалит С милой улыбкой А зло с нездоровым азартом Я делаю вид, будто не замечаю Для них нет страшнее мучения Однако добро к невниманию печально А зло строит планы отмщения Пока они маленькие, не беда Прекрасны, поскольку чисты Но время натикает им года И разведет мосты Еще без огня, но уже через дым Потом, к удивлению вящему Добро будет добрым А зло будет злою Без шуток, по-настоящему Можно, к примеру, пока зло Мало всю дурь выбить мирой и палкой Но я не решаюсь Мне жаль мое зло Мне его жалко Ведь всяк совершенен и чист Кто мал Что дано мне, над тем и стараюсь Сказали Ошибся Спорить не стал Хотя и не ошибаюсь Вы знаете, сочинилось стихотворение Сочинилось стихотворение Оно следующее Оно начинало писаться Как, знаете, как реакция На всякие политические Социально-политические движения Волнения И переживания Потом стихотворение Решило не писаться На эту пошлость А решил написаться По другой пошлости В общем, по сути Стихотворение такое Сейчас боги борются за права Излагают идеи Слагают слова Собираются под Вырастают из И не смотрят вниз Присмотреться Видно, что там внизу Я беззубым поэтом Хазу-бразу Навожу на богов Многократный зум Но видно бревно в глазу А куда мне, маленькому, без богов Без кнутов верховных Без пирогов Нагулял под присмотром Жирок с боков Да и был таков И куда мне, маленькому, без любви Полюбили и как хочешь Живи Нет отсюда вовизы И визави, зови, не зови И куда мне, маленькому, без чудес Обуваю валенки Там в лесу под елкой Зимует бес Крошки пряничные Пусть поест Не сказать, что бес невелик Но мне и такого пока хватает вполне Только жалко его без высоких огней Боги больше Боги сильней И тем более Борются за права Излагают идеи Излагают слова Собираются под Вырастают из И давно не взирают вниз Друзья мои Слушайте Вы совершенно уникальны Вот Я вам хочу сказать Что вообще Зазеркалье Это самая вообще Моя любимая Сцена Была бы моя воля Я бы ее домой взял Только Что она Что она там В доме Без вас Какие-то вы Замечательные Вам можно вообще Читать и читать И петь Нет, вы знаете Я вам хочу сказать Одну вещь Точнее две вещи А то может быть Даже и три Первая вещь Скажите пожалуйста Юлия Зиганшина С Лешей Камасковым Приехали? Нет, не приехали А то говорят Приехали Ну не знаю я в общем Все это я Вторая вещь Это я все к тому Что Завтра В воскресенье На третьей На третьей сцене Я не знаю Этично ли это Рекламироваться сцена Ну наверное В общем Наверное Да Наверное Я позволю себе На третьей сцене С 10 до 11 вечера Будет концерт Переводных песен Переводов Где Разумеется Непосредственным участникам Будут Леша Гамасков И Юлия Зиганшина Потому что Ну Потому что Без них это немыслимо А также Я вам хочу сказать Что завтра Во сколько Я не помню Это надо спросить Это надо узнавать Здесь Так вот завтра На этой сцене Мы с Александром Щербиной Вот он пришел В очках Прячется от вас Мы будем читать Стихи Поэтические Поэтические Саша Ты не помнишь Во сколько В 6 часов вечера Здесь На этой сцене Мы с Сашей Щербиной По доброй традиции Сядем На сцену Свесим ножки И будем Будем читать стишки Приходите Будет Будет хорошо Наверное Что бы вам такого Давайте Давайте мы с вами Споем джаз Волчонок Это песня Группы Хэпэ Это не песня Группы Павлов Хурниров О Играй Иногда Выходи на улицу А мы Наверное Джаз сыграем Вот такие мы Баряночка Баряночка О Мы с вами Сыграем не просто джаз А мы вам сыграем Блюз Этот блюз Сочинил Потрясающий Замечательный Композитор Сергей Коношенко Друзья мои Это будет Сергей Коношенко Это довольно важный Важный композитор Тём Белая лошадка Покер на варбане Жизнь Это дождь Шарманка Замыслопатый Таня Если ты хочешь жить по законам большого квадрата Надо себя сжечь, как мост или корабль Лето, холодное лето Мокрые эстакады, голые флажолеты Небольшого квадрата Та-ра-ра-ра-ра-ра Мы натянули струны линии на контрабас Но Джордану Бруно лупит последний джаз Лесами лают соксы В полдень за ближним лесом Трубач умирает от ласки С плавом медь и с железом Зеркальное озеро бочки Новостройки аккордов Жизнь стала короче Смерть сорвала горло. Смерть сорвала горло. Смерть сорвала горло. Смерть сорвала горло. Покер на барабан. Смерть сорвала горло. Друзья, сколько у нас времени еще есть? Сколько у нас есть времени? Говорят там, видимо, много. Пахнет дело мое керосином. Боря, а давай я в самом деле ее спою. Друзья мои, дело в том, что вот здесь на фестивале находится... Вообще, вот этот фестиваль совершенно уникальный тем, что тут... Смотрите, сколько важных, совершенно значительных явлений. Например, Норд-Ост. Например, Михаил Константинович Рыбаков, на концерте которого его были. И также на этом фестивале ходит один из самых значительных российских композиторов... Петр Кошелев. По-моему, вот он даже где-то там стоял, но в основном он слушал одну песню. Да вы что? Пять минут, да? Ну и хорошо. Я считаю, что песня Петра Кошелева на стихи Тимура Кибирова будет хорошим завершением. Если вы увидите, что где-то выступает Петр Кошелев, обязательно посетите его концерт. Обязательно. Петр Кошелев на стихи Тимура Кибирова. Пахнет дело моё керосином. Керосинкой в сторонке родной, Пахнет шипром, как бритым мужчиной, И как женщина красной Москвой. Той на крышечке с кисточкой мылом, Банным мылом, да банным листом, Общепицкой подливой, гарниром, Пахнет булочной там за углом, Свежеглаженным галстуком палом, Звонким штандором на пустыре, И вокзалом, и актовым залом, И сиренью у нас во дворе. Чуешь, 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 пахнет, еще бы, Мне ли местному нос воротить? Палитуры промаслены робой, Русским духом ядрить, галатить, Вкусным димом писанов, карбином, Корем луковым и огурцом, Бигудями буфетчицы лиды, Русским духом и страхом, и мхом. За скоруствой подмышкой в мундире, И гостиницы бьешь в короле, И солярою, и комбиширом, В феврале по халатной заре, И Антоновке ближе к Калуге, И в Мостокской степи Анашой. Чуешь, сука, чем пахнет в югой, В югой в Оркутинской бургой, Пахнет божией сосновой смолою, Ближним боем драной гнилой, Колбасой, колбасой, колбасою, Колбасой, все равно колбасой, Неподмытым общаговским блудом, И бензином в попутке ночной, Пахнет родиной, чуешь ли? Чудом, чудом, ладаном, Вестью благой, Нет, хлоркой в пристанционном сортире, Хвоей в предновогоднем метро, Постным маслом в соседской квартире, Как живут они там в пятером, Как ругаются в страшном. Дерутся, чуешь, Русью, дымком, Бортвежком, ветеранами трех революций, А еще леденцом, петушком. Пахнет танцами в клубе совхозном, Ох, напрасно пришли мы сюда. Клейкий клятвы листы туберозной, Пахнет горечью, и никогда, Навсегда канифолью и пухом, Шубой, Шубертом, Но забодал, пиром духе, пацан, пиром духе, Так Некрасов ВН написал. Черным кофе двойным в целеле, Врешь ты все, ну, какао в кафе, И урлой, и сырою шинелью, В полночь на гарнизонной губе. Хлор-пекрином, заморным, зарином, Гуталином, натяжкой кирзе, И сырой землей, и глиной, И судьбой, и пирожным пизе. Чуешь? Чуешь, чем пахнет? Да, чуя, чуя, нюхая, нас не зашму, Беломом раз, сучатом, филю, Домом отдыха в синем Крыму. Чуешь, чуешь, чем пахнет? Конечно, чуя, нюхая, псиной и сном, Сном мертвецким, похмельем кромешным, Мотноватым грудным молоком пахнет, Жареным, пахнет горелым, аллергеном. Греха не таи, пахнет тело мое, Пахнет дело, Пахнут слезы, родная, Твои. До свидания, друзья. Аплодисменты.